Увидев цветущую горденью в магазине, очень трудно удержаться от ее покупки. Изящный белый цветок с тонким изысканным ароматом, зеленые блестящие листья, все это так хочется купить, принести домой, но дома листья вдруг начинают опадать и растение теряет свой внешний вид. Здравствуйте, сегодня мы поговорим о том, как выращивать горденью на наших подоконниках. Основная причина неудачи выращивания горденья в том, что климат наших комнат не подходит для этого растения. Горденья, жительница влажных тропиков и субтропиков, где влажность воздуха приближается практически к 100%. И это очень теплый климат. Для горденья нужно, чтобы температура была не выше 25 градусов, но не ниже 16. Ниже 16 градусов растение начинает себя очень плохо чувствовать. Вот многие, принеся домой горденью, через несколько недель получали вот такой кустик. Во-первых, после покупки растения его нужно сразу же пересадить. И не просто пересадить, а пересадить в кислый грунт. Для горденья подойдет вот такой грунт для азалий. И обязательно смотрите, вот здесь есть PH. PH должно быть не менее 4. Дальше попробуем создать нашему растению вот именно ту влажность, которая свойственна ей в природе. Для этого не нужно переувлажнять землю, а нужно увлажнить воздух. Поэтому растению требуется частое опрыскивание, но чтобы не на листья, а воздух опрыскиваем вокруг растения. И делаем вот такую влажную подушку. Берем поддон, сюда насыпаем керамзит, лучше крупный. Керамзит насыпаем довольно-таки много. И заливаем все это водой так, чтобы она не доходила до верхушки керамзита. То есть у нас вся вода должна быть под керамзитом. И вот на это ставим растение, так, чтобы вот ее дренажные отверстия воды не касались. Вот так прямо именно на керамзит. Теперь вода будет испаряться и обеспечит влажность воздуха вокруг растения. Еще одна причина неудач. Когда мы ставим растение на свет, а ему надо очень много света, мы ставим его на подоконник. На подоконниках у нас часто бывают сквозняки. И на подоконниках слишком сухо, потому что наши батареи обычно располагаются под подоконниками. А батарея очень сильно вредит вот именно растению. Поставьте растение в такое место, чтобы не было сквозняка и подальше от батареи. А дополнительное освещение обеспечите с помощью фитодиодной лампы. Вот тогда растение у вас будет более привлекательно и не будет так гибнуть. Почва должна быть не просто влажной, а вот она должна быть влажной постоянно, потому что растение не любит и пересушивание, и перелив. И если у вас есть проблемы с тем, как усвоить, насколько нужно поливать растение, не нужно поливать растение, посадите это растение в горшок с автополивом. Вот тогда у него не будет вот этой вот встряски, когда мы его подсушили и когда мы его залили. Растение требует подкорбки и подконку берите также для азалий, потому что растению нужна кислая почва. Вот такие нехитрые наши советы помогут вам вырастить красивые цветущие растения.